В Гагаринском районе Севастополя участились случаи печальных последствий употребления продуктов, купленных на стихийных рынках. Санитарные врачи бьют тревогу, но несанкционированные торговые точки, как грибы после теплого дождя, возникают по всему району. Тема для Гагаринского района актуальна, как и для всего города. Да. Единственное, я хочу сказать, что на сегодня власти обратили внимание на эту проблему в связи с тем, что значительное количество случаев, связанных с пищевыми отравлениями, со случаями заболеваний острых кишечных инфекций, когда люди в тяжелом состоянии попадают в больницу, и часто дети именно связаны с приобретением продуктов, в частности скоропортящихся, особенно молочных, это сметана, молоко, творог, в неустановленных местах земли, там, где метет пыль, рядом с мусорными баками. К сожалению, это явление у нас еще есть. И все эти меры, которые принимаются, меры в Гагаринском районе, принимаются достаточно энергичные со стороны госадминистрации и милиции, но это как голова гидры, значит, она тут тотчас же вырастает. Торгующих разогнали, у торгующих конфисковали продукцию, и на следующий день они выходят. Но мы с вами понимаем, что каждому такому торговцу невозможно поставить ни работника администрации, ни работника милиции. Здесь все-таки нужно, каждый севастополец должен себя уважать, потому что приобретая вроде как по меньшей цене такую продукцию, никто не знает о ее качестве. Это могут быть и больные коровы, и больные реализаторы. Все в истории медицины описан такой случай. Была такая брюшно-тифозная мэрия, которая являлась носителем брюшного тифа и заразила очень много людей, именно являясь носителями через руки, так сказать, контактно-бытовым путем. Возле портовой поликлиники можно заметить такую картину. А вот творожок, кому творожок, призывы владелицы этого товара незамеченными не остаются. Прохожие соблазняются видом сметаны, творога, домашних яиц и охотно раскупают продукты питания. Да и торгует та женщина не с земли, как другие, а с забора, что явно придает ей значимости в глазах покупателей. Не то, что это кефаль, приземлившаяся на грязный асфальт, или молочко в немытых бутылках на тротуаре. В основном эта проблема на 99% связана с перекупщиками, которые ездят по селам, где-то что-то покупают. Эти люди не дуют коров, не пасут их, не делают творог, они просто скупают. В безобразных антисанитарных условиях мы все видим, в каких машинах, в каких багажниках. Сегодня он везет там собаку или везет цемент, завтра он везет в этой машине творог и сметану. При какой жаре, как транспортируется и в каких условиях продает. Поэтому это отнюдь не бабушки. Поэтому здесь надо очень жестко. Я понимаю, у нас действительно есть много частных хозяйств в зоне Севастопольской, где люди держат коров. Но на сегодня совершенно есть четкая схема в рамках закона, по которой владелец такой коровы должен следить за состоянием здоровья своей коровы. Показывать ее ветеринару, иметь документы, удостоверяющие, что животное здорово. И везти свою продукцию на рынке, где торгуют же у нас люди, владельцы, фермеры такой продукции. Они торгуют из чистых банок, санитарной одежде. Они имеют документ, медицинскую книжку о том, что они не носители никаких заболеваний. Торгуют в нормальных условиях. Пожалуйста. Но часть людей следует законам, думают о здоровье севастопольцев, а другая часть просто не подчиняется. Администрация района много делает для борьбы со стихийными рынками, но предстоит сделать еще больше. Мы находимся на площади 50 лет СССР. Здесь раньше располагалась ярмарка, но в связи с тем, что были неоднократные нарушения санитарного законодательства, нормы правил санитарных, постоянные жалобы людей о том, что с пола продавалась непонятная продукция, были неоднократные письма в администрацию Гагаринского района. И по итогам этой всей нашей работы было принято решение о перемещении этой ярмарки в другое место. То есть сейчас мы видим, что в настоящее время павильоны убираются, и выносной торговли как таковой здесь нет. Люди, которые находятся на торговых местах, с них проще потом искать виноватого, если будет пищевое отравление. То есть у людей есть медицинская свидетельственная и личная медицинская книжка. То есть они подконтрольные, все они в реестре дислокации хозяйства рынка, то есть все люди известны нам. То есть в любом случае человека можно будет найти. А те, которые торгуют с места, с земли, это вообще даже больше вопрос милиции, чем санитарной службы. Мы побывали на площади 50-летия на Юмашевском рынке. И теперь мы находимся на улице Бориса Михайлова, возле портовой поликлиники. Мы проверяем несанкционированную торговлю в районе. Картина примерно везде одинаковая. Торговля осуществляется незаконно, в антисанитарных условиях, продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Осутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены у работников. Не представлены медкнижки. Объясняют по-разному. Но, тем не менее, проблему это не решает. Домороченные продавцы всякой снеги утверждают, что на рынок их не пускают. Может, не знают они, что их там ждут, а может, лукавят. В районе более чем достаточно рынков и более чем достаточно торговых мест. И любой желающий торговать молочной продукцией имеет возможности, имеет условия торговать в нормальных санитарных условиях. Он может прийти на рынок. Там имеется ветеринарно-санитарная лаборатория. На каждом рынке у нас имеется ветеринарный врач с оборудованием, с лабораторией, который проверит документы непременно на корову, которую имеет владелец этой продукции. Он проведет необходимое обследование и выдаст документ. Так, как мы видим на многих рынках. На центральном рынке, на Юмашевском и на остальных. То есть торговые места просто ждут этих владельцев. Но люди, торгующие, умышленно нарушают. Рыночная стихия ринулась к покупателям во дворы и подъезды. Преграждает путь на тротуарах и на остановках транспорта. И количество таких торговых точек растет по всему району. Конечно, не пей из лужи, козленочком станешь. Это старая русская сказка замечательная. Она подходит и в данной ситуации. Проблема оказалась характерной не только для Гагаринского района, но и для всего Севастополя в целом. В Ленинском районе возросло количество обращений в инфекционную больницу. Во всех случаях пациенты употребляли продукты питания, купленные на стихийных рынках. Статистика говорит о снижении производства сельхозпродукции в нашем регионе. Но количество стихийных рынков за последние 2-3 месяца резко возросло. Особенно яркий букет реализаторов чего-то съестного рассел в центре города. Стихийная торговля потянулась к потребителю в самые людные места. У центрального колхозного рынка, на ступеньках первой городской больницы, на пешеходных переходах, на тротуарах, да и просто на земле можно увидеть творог, молоко в пивных бутылках, рыбу. Теплая осень была урожайной на грибы. Количество собранных грибов явно превысило потребности самих грибников. Опасная консервация выплеснулась на улице. У рынка «Чайка» реализаторы грибов заняли все тротуары. Представитель администрации торговой площади «Чайка» Владимир Горелик утверждает, что несанкционированных торговцев пытались загнать на рынок. Безуспешно. Администрация рынка предоставляет места для торговли на территории рынка. Мест достаточное. Люди, которые организовывают несанкционированную торговлю на подходе к рынку, они объясняют эту ситуацию следующим образом. Что им быстрее и легче продать товар, быстрее уйти домой. Как правило, это люди пенсионного возраста. Мы предлагаем и неоднократно, и ежедневно, при встрече с такими продавцами, перейти на территорию рынка и продавать здесь товары. Пенсионерам, имеющим на руках пенсионное удостоверение, торговля на рынке абсолютно бесплатная. Большинство торгующих людей пожилого возраста – это те, которые приносят с собой молочные продукты собственного производства, несанкционированной, неопробированной тари. Поэтому, конечно, с такими людьми, с такими продавцами разговор однозначен. Мы на рынок их не пускаем. На рынке функционирует стационарный ветеринарный пункт, который обеспечивает весь процесс определения пригодности товаров к продаже. Квалифицированные специалисты работают, организованная работа и претензий к ним нет. Мы благодарны работникам СЭС, Ленинской, Городской, за то, что они постоянно держат в поле свое внимание торговые места, организации торговли, выполнение всех санитарных норм и правил торговли. На проспекте генерала Остряпова торговля идет и на остановках троллейбусов, и в зеленой зоне, и во дворах многоэтажных домов. Врач отделения питания Ленинской районной СЭС Игорь Базиленко говорит о 15 случаях отравлений за текущий месяц. Санапистанция Ленинского района серьезно обеспокоена бесконтрольным распространением мест стихийной торговли. В связи с тем, что органы правопорядка заняты раскрытием громкого преступления, лица, занимающиеся продажей пищевых продуктов с рук, то есть стихийной торговли, снова вышли на улицы нашего города. Все пищевые продукты реализуются в крайне антисанитарных условиях, с грубейшими нарушениями санитарных норм и правил. Все пищевые продукты реализуются непосредственно с земли и тротуара, неизвестными лицами при отсутствии данных об обязательных медицинских освидетельствованиях. Все пищевые продукты без документов, подтверждающих их безопасность и качество. Тара, из которых они реализуются, непригодна для контакта с пищевыми продуктами. За истекшую неделю было зарегистрировано 15 случаев острых кишечных инфекций среди населения Ленинского района города Севастополя. Это в несколько порядков выше для данного периода года. При расследовании зарегистрированных случаях заболевания острых кишечных инфекций в анамнезе лица указывают, что они приобретали пищевые продукты с рук в местах неустановленной торговли. Крайнюю обеспокоенность санэпидслужбы вызывает консервация, которой торгуют случайные лица. Эта консервация вся произведена в домашних условиях, из неизвестного сырья. Все эти пищевые продукты крайне опасны в выпитоотношении. Также крайне опасны в выпитоотношении вся молочная продукция, которая реализуется случайными лицами. Вся продукция без документов и может нанести непоправимый вред здоровью населения. Молоко может быть от неблагополучной коровы, оно может быть заражено вторичным обсеменением и может привести к летальному исходу. Прилегающая территория жилых домов, где распространяются места стихийной торговли, превращена в свалку. Используется для складирования остатков гниющих пищевых продуктов и тары, где размножаются грызуны, которые являются переносчиками особо опасных инфекций. Что касается рыбы, которая продается сруб, она не проходит никакого контроля. Она не проходит ни ветеринарного контроля, ни контроля СЭС. Это может привести к очень страшному заболеванию, как сальмонеллез. Подъезды домов превращены в общественные туалеты. Хочется обратиться ко всем жителям города. Не способствуйте стихийной торговле. Не приобретайте пищевые продукты сруб у неизвестных лиц в местах не установленной торговли. Цените свое здоровье и помните, что лечение в инфекционной больнице очень дорого. И та 1-2 гривна, которая будет сэкономлена при покупке пищевых продуктов у случайных лиц, выльется дорогостоящим лечением в инфекционной больнице. Свежая и соленая рыба, молочные продукты, домашние кровяные колбасы, пирожки и усики – неполный перечень источников инфекции. Граждане имеют право выбора. Можно купить молоко, рыбу и яйца с ратуара – в магазине или на рынке. Можно лечиться после отравления или не лечиться. Об опасности употребления продуктов неизвестного происхождения и качества сказано уже немало. Беспечная авось пронесет – плохой советчик. Хотя и пронести может.